МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Недвижимость армян была конфискована налоговой инспекцией. Книга Аршака Альбояджана Армении Малати переведена на турецкий язык. Внешняя политика Иривана сбалансирована. Правительство Турции работает над перемещением населения из Центральной Азии в Киликию и Сирию. Бойцы сирийской армии освободили одно из селений в районе Рас-Аль-Айн от турецких ВС. В Иране началось строительство второго энергоблока АС Бушер. Ливон Аронян выиграл супер-турнир Сапер-Бет-Рапид-Блиц. Абдурахман Бехташ родился в Малатии в 1932 году и является внуком одного из бывших муфтеев Малатии Сар-Имама. Вот что он рассказывает о собственности армян. От района Фармудзу в Малатии до этого места всегда была собственность у армян и включая районы, где расположена страховая больница, государственная больница Байдак. Когда армяне покинули Малатию, налоговое управление конфисковало эти территории. Затем территория была разграблена и продана по довольно низкой цене. Вы можете посмотреть продолжение, перейдя по данной ссылке. Была опубликована турецкая версия книги Аршака Албойаджана «Армяне Малатии. География, этнография и истории 1961 года». Албойаджан известен своими монографиями армян о населенных городах. Книга была основана на истории армян, проживающих в населенных армянами регионах Западной Армении. И была переведена на турецкий язык сервартом Малхосяном. В свете географии, археологии, культуры, архитектуры, политики, фольклора, историк Албойаджан раскрывает и представляет читателю самую глубокую историю региона с самых ранних времен до начала XX века. Армянские оригиналы этой работы, опубликованные в 1961 году, состоят из более 1500 страниц. Аршак Албойаджан – историк, филолог, педагог и активист. Он родился 17 июня 1879 года в Константинополе в Ускюдаре. Свою писательскую карьеру начал в 1897 году в газете «Пюзантийоне». Умер 24 июня 1962 года в Каире. После его смерти его библиотека и архив были переданы Матенадарану. Про Владима Еревану внешняя политика носит сбалансированный ответственный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью армянскому агентству «Медиамакс». Отмечаем приверженность армянских друзей сохранению и укреплению стратегического партнерства и союзничества с Россией. Энергичному участию в различных многосторонних объединениях, но постсоветском пространстве, отметил Лавров. По его словам, текущее весьма заинтересованное и результативное председательство Армении в ЕАЭС, наглядное тому подтверждение. В рамках ОДКБ Москва и Ереван совместно работают над последовательным наращиванием потенциала сил и средств коллективной безопасности. Мы с армянскими коллегами также стремимся по максимуму задействовать значительные возможности СНГ, объединяющего большинство республик бывшего СССР, отметил глава российского МИД. Через несколько недель после захвата Рас-Аль-Айна и Таль-Абьады началась тюркизация региона. Согласно имеющейся информации, Департамент миграции Турции начал готовиться к переселению семей из турецких государств в Центральной Азии в два северных сирийских города. Генеральный директорат по миграции, координируемый Национальным разведывательным управлением, начал готовиться в центрах Константинополя, Хаттая, Антепа и Урфы к переселению беженцев из Центральной Азии в оккупированные коридоры Сарас-Аль-Айна в Таль-Абьад. Согласно имеющейся информации, Национальная разведывательная организация встречается с семьями, которые эмигрировали в Турцию из так называемых турецких государств, таких как Восточная Турция, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Афганистан, чтобы убедить их переехать. Прежде всего, семьи боевиков, получивших турецкую поддержку под названием Сирийская Национальная Армия, отбираются для жилья. Чтобы переселить их в регион, они получают всевозможную помощь от Миграционного Совета Турецкого Красного Полумесяца и АФАТ, президентства по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями. До настоящего времени различные террористические группы, спонсируемые Турцией, обосновались в стратегически важных точках. Турция представляет эти шаги в контексте соглашения Аданы от 20 октября 1998 года, как Ангорское соглашение от 20 октября 1921 года. Эрдоган отметил, что мы не отступим, если другие страны не отступят. У нас есть такой документ, как соглашение 1998 года Адана. Мы продолжим нашу позицию здесь, с полномочиями, которые дает нам это соглашение. Турецкое государство уже внедрило ту же тактику переселения в Африне, Азазе и Джарабусе. В подразделении сирийской арабской армии после ожесточенных боестолкновений освободили селение Умшейфа в районе Рас-Аль-Айн. На севере провинции Хаски от турецких оккупационных сил и их наемников, сообщает САНА. В течение последних нескольких дней армейцы укрепили свои позиции в населенных пунктах вблизи Тель-Тамра, таких как Баб-Аль-Хайр, Аль-Феслия, Аль-Монах и Аль-Мухмади. После развертывания армянских частей и приграничной зоне от города Эль-Камышли до города Аль-Малики, армия была готова переследовать последние террористические элементы в деревне Рас-Аль-Айн-Аль-Мухмади. Этот военный шаг очень важен, он может иметь решающие последствия. 13 и 14 декабря Турция готовится встретиться с лидерами трех европейских стран – Франции, Германии и Великобритании – в рамках саммита НАТО, который, по-видимому, находится в кризисе для обсуждения Сирии и ее интересов. Уже две недели Германия заявляет, что хочет создать свою буферную зону на севере Сирии, что является довольно привлекательной идеей для Франции, при условии, что она будет создана не под патронатом НАТО, а Европейского Союза. Знаменательное событие в истории партнерства России и Ирана состоялось в воскресенье на иранской земле с участием российских специалистов. Началось строительство второго энергоблока АЭС «Бушер», сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ. В торжественной обстановке старт официальному строительству второго блока АЭС «Бушер», далее вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салихи и первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Лакшин. Гроссмейстер Ливон Арунян стал победителем шестого этапа гранд-чест-тур супер-турнира «Супер-бэт-репит-энд-блиц», совершающегося в воскресенье в Бухаресте. По итогам основной части турнира, три игровых дня в Рапит и два в Блиц, Арунян и россиянин Сергей Карякин набрали в общем зачете по 20 очков. Между ними был организован тайпбрек, в котором Арунян обыграл Карякина, став единоличным победителем турнира. Третье место в общем зачете занял Ингийц, высший Аннант. На четвертом месте Ле Куанг Лем, Вьетнам. Пятый результат показал украинец Антон Коробов. Аниш Гири, Нидерланды, и Владислав Артемьев, Россия, поделили шестые-седьмые строчки. Шахрияр Мамедяров Азербайджана и Уэсли СО США разделили восьмые-девятые места, а замыкает турнирную таблицу американец Фабиана Каруана. Западная Армения поздравляет армянского спортсмена и желает новых побед. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Андроника Манукяна. Продолжение следует... Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.